Моя сегодняшняя гость всю жизнь как бы на виду. Она на сцене, на экране, дала тысячу интервью, но для меня она остается загадкой. Это настоящая народная артистка России. Не только потому, что у нее есть такой титул, а просто вот, по моим ощущениям, попаска. Красивая женщина, замечательная актриса Вера Олентова у нас в студии. Прошу вас. Давайте животное сюда. У нас такая традиция, мы кошек предлагаем зрителям, у них хозяев нет. Вот это я, как мне сказали его зовут, у него может появится хозяин или хозяйка после нашего разговора. Может быть, а может не появится. То есть вы думаете, что мы так своим разговором, не имеющим отношения к котам, но имеющим отношения к экстрасенсорике, видимо. Да, они-то точно экстрасенсы. Мне кажется, что они, да. Хотя мы с вами, как мы выяснили Дехиры, мы собачники, да? Да? Да. У вас же на даче, наверное, животное нет? Нет, у нас уже нет собаки, и мы не рискуем завести новое. Во-первых, просто я бы не могла вообще. А то есть вы привязываетесь очень? Да, очень. И очень трудно было пережить смерть, и, конечно, вторую мы вряд ли бы смогли пережить. А сейчас уже просто думаю, что ему тоже будет тяжело, потому что ему придется переживать нашу. Поэтому это значит... Да, ну что ж вы такое прям... Ну, на самом деле, мы же знаем век животного и век человека. Можно сопоставить? Ну, это вот вы прям, представляете, как человек, там, шаблонов и представлений. Мне кажется, что вы ведь люди из параллельного пространства, так же, как это люди, которые творят искусство. Вам не применимы никакие вот человеческие или биологические шаблоны, мне кажется. Поэтому что там думать, кто кого переживет? Вы бессмертные. Вся семья ваша. Потому что Оскар, да и потом... И знаете, что вам нам надоело про один и тот же фильм говорить? Мы сегодня про «Москва слезам не верит» постараемся. Я постараюсь не говорить. Я знаете, о чем подумал? У меня недавно был Денис Мацуев, и у него очень много намешано всего. Он и грек, и еврей, и эстонец. Такая у него смесь бурная. А на вопрос про национальность он говорит, что я сибиряк. Я действительно подумал, есть ли такая национальность сибиряки, и есть вот вы с севера. Вот мне кажется, что нельзя называть русскими там поморов и людей из Архангельской губернии. Они абсолютно отдельная нация. Вот если сравнить, допустим, с москвичами, или что Денис Малинск, никогда не задумывались об этом? Я как раз думаю, что это русские в том смысле, что туда татар-монголы не доходили. Поэтому я полагаю, что они все-таки русские. Нет, ну другой же, вот у вас у северян другой совершенно темперамент, свой характер, своя энергетика. Ну, может быть, она такая была раньше у всех? Ага. Вы считаете, что просто где-то, допустим, у нас в Москве растворилось очень сильно? Я думаю, что да. А вы давно были у себя на родине? Не так давно, нет. Но я помню очень хорошо, хотя я там была очень мало. Меня увезли очень быстро. Но какое-то вот такое, я не знаю, на геновую ровную. Вы же любите повторять, что я северянка? Я люблю. Значит, у вас какое-то вот это ощущение-то осталось, что вы с севера? Оно именно осталось, да. И я думаю, что мне много раз напоминали об этом. Вы имеете в виду супруга, который называет вас человек по имени нет? Да, человек по имени нет. И это, я думаю, какая-то черта действительно северян. Говорить надо по делу. Если нечего говорить, лучше помолчать. Но вот вы, когда упомянули супругу, вы назвали его по имени-отчеству. И я слышал в нескольких интервью, вы все время подчеркивали, что вы якобы к нему по имени-отчеству всю жизнь не обращались. Это ведь неправда, неправда, да? Конечно, нет, это какая-то... Я вам скажу, возраст диктует какие-то вещи. Когда тебя начинают называть по имени-отчеству, ты не сразу к этому привыкаешь, не очень понимаешь, почему. А потом понимаешь, что... А, вот почему. А потом возникает такое ощущение, что, в общем, в принципе, правильно и представлять другого человека, который в своем возрасте более молодым, правильно и по имени-отчеству. Нет, ну здесь ведь еще такой контекст, что он режиссер, вы актрисы. Ну да, вы со второго курса знакомы, поэтому вы его никогда не принимали. Мы отпразднули золотую свадьбу, поэтому это вот он режиссер, актрис, ну из одного котла, и поэтому, ну какие-то там нет, конечно. Я помню, вы были в гостях у детей, 100 вопросов взрослым, такая передача, когда дети задают вопросы. И вам... у вас вопрос был про первое свидание, вы сказали, что это свидание было зимой, вас спросили, с чем вы... Да, да, было, да, действительно. Да, а я ведь понял, что вопрос вам задается в презумпции того, что у вас первое свидание, наверное, было с Меншовым, а на самом деле это, наверное, какое-то школьное было свидание, это первое... Нет, я так поняла, что они имели в виду первое свидание с мужем. То есть я отвечала на первое свидание с мужем. Да, а я бы для себя подумал, о каком свидании? Вы помните реально свой первый, как это сказать, увлечение, свой первый влюбленность, свой первый роман в школе? Да, разумеется, помню, конечно, он был трагичным. Да что такое? Да, он был трагичным, поскольку это было в пионерском лагере, мне было 14 лет, и я очень влюбилась в мальчика, и мальчик влюбился очень сильно в меня. И потом я осталась на вторую смену, знаете, в лагерях были по несколько смен, и случилось такое несчастье, что у меня заболело ухо, заболело так сильно, что мне пришлось ходить с повязкой на ухе, и он тут же влюбился в другую девочку. Ой, как неромантично. Вы знаете, я ходила несчастность с завязанным ушком, и очень переживала. Ну, я думаю. И вы знаете, более того, прожив длинную жизнь, я вам скажу, что эти все подростковые влюбленности, как нам, наверное, взрослым кажется, что они, ну, заботятся, это ерунда, это чепуха. Нет, это не чепуха, конечно, потому что это очень сильные страдания, очень сильные страдания, абсолютно равные страдания взрослых людей. Я считаю, что даже сильнее шекспировские все вот эти страсти, они же, может, как у Ромео и Джульетта закончатся, потому что там гормоны, там-то настоящие страдания, потом по человеку. Да, потом это когда, особенно когда это первое чувство, и тебе кажется, что это вообще вот оно то самое и на всю жизнь. А про первую роль свою, что вы думаете и знаете? Первая моя роль – это «Шоколадный солдатик», роль Райны, это Бернард Шоу, с изумительным совершенно юмором и совершенно прекрасным режиссером. Борис Равенский, он был в это время, значит, у нас главным режиссером в нашем театре, и он народник, и Бернард Шоу, надо сказать, с ним мало вяжется. И это было крайне любопытно именно поэтому, потому что это вообще-то был не его материал, совсем не его материал. И поэтому он, но он очень хорошо видел все, что там, и он поэтому говорил, так, ну-ка вот давай-ка сделай вот это, вот так вот сделай, так сделай, вот тут текст «говори, а сделай такую мизоцену». так это нельзя сделать потому что следующей сцене через подожди когда мы дойдем до следующей сцены тогда мы поймем почему нельзя это сделать но если ему нравилось как он сделал мы доходили до следующей сцены и оказывалось что так сделать нельзя он стал вымороть то что было дальше вымороть в результате спектакль получился очень симпатичный милый остроумный безусловно прекрасные актеры были заняты такой юрий горобец мой первый партнер прекраснейший актер и я всегда стояла за кулисами смотрела потому что он я не знаю что это за механизмы я была молодая актриса не понимала что это за механизм но я должна сказать что я не понимаю сейчас что-то помимо актера есть еще человеческое мужское а вот вы сказали про мужское начало и общим местом считается что мы сейчас живем в эпоху таких промежуточных половых форм сейчас и мужчины такие недостаточно мускулинные и женщины очень на мужчин похоже это вы и в цехе это видите то есть этой в профессии тоже или это такая просто такая антропологическая тенденция нашего века или вы считаете что у нас сейчас нет таких мужчин которые могли бы сыграть ну того же ну не знаю упомянули уже фильм москва всегда мне верят то бошу вот баталово есть сейчас у нас баталово или нет разумеется есть но во-первых их немного меньше чем раньше или или нет я вам так скажу если мы ориентируемся на москву меньше если мы ориентируемся на россию я думаю что нормально также а то есть вы считаете что в москве вот эти тенденции я думаю что москва отличается сильно почему ну москва вы сказали действительно отдельное государство и столица вообще всегда отдельное государство мне кажется ну как-то знаете люди рвутся в москву наверное за лучшей жизнью до москва слезам не верят мы знаем уже это но она не верит сейчас она вообще-то звучит по-другому москва бьет с носка слезам не верит она бьет с носка действительно и чтобы вот было не так больно или приспосабливаются наверное каким-то образом это модно сейчас когда с развитием феминизма значит модно когда молодые люди элегантно женственные это тоже дань моде а москва ну конечно в первых видах ну смотрите вы так сказать про развитие феминизма при том что вы являетесь ролевой моделью для женщин которые хотят ну хотя бы скажем не быть но выглядит независимым вы видите очень такое всегда были ну недаром же вас супруг называл человек по имени это очень независимый вы же даже отказались собственно если о том же фильме мы говорим о котором я собирался не говорить вам сценарий москва слезам не верит не понравился изначально дань его ваш супруг на этот сценарий дорабатывал дорабатывал он с вами советовался или нет нет то есть этого точек не до такой степени нет когда спрашивают а вот как собственно говоря нам удалось сохранить какие-то отношения так долго я в это очень важно никогда не лезть в дело человек который рядом он никогда если я не прошу совет не советую мне что делать в театре я никогда в жизни не знал что он делает своей профессии так же когда юль ничего работать на телевидении у нас даже было не два медведя 3 в одной берлоге тоже никогда мы не советовали ничего абсолютно если совета не просят не стоит их давать это его работа как это я вдруг буду говорить не он знал меня лучше чем другие не считал что я наверное сыграю только как рису вы имеете сейчас науне же как человек от человека потому что это в общем вещи неразделимые это неразделим может быть так что я тут вот такая потом жизни я ухожу со сцены я другая нет у нас нет же я всегда много раз говорила это уже нам скучно не мацуева не скрипки ничего значит вот то что есть то есть ваш инструмент он понятно как вот поэтому я это человеческий инструмент мой тоже имеет значение поэтому начата у меня знал как человека лучше поэтому он видимо полагал что я это могу сделать так как он себе представлял эту катерину вот вы на самом деле хотя действительно там полвека замужем у вас же были периоды когда вы жили порами да во первых он год отсутствовал по моему ну это не периоды мы были женаты он отсутствовал год потому что он работал в ставрополе а я работал в москве и потом вас был еще до три года бы просто вот это был период когда мы жили действительно в росте решили пожить в росте а ставропольский период нельзя считать это был замечательный совершенно период мы только виделись очень редко потому что у нас было очень мало денег и он мог прилетать один раз в месяц в москву скопив каких-то денег и мы виделись раз в месяц и у нас не было собственного жилья а вот это быт исключительно из бытовых да какие-то когда ну вот когда мы решили пожить в рост вы знаете конечно быт но в быт входит очень многое накапливаются какие-то обиды естественно и они потом если быть устроен то наверное эти как-то вот обиды которые естественно накапливаются при долгом общении у любых людей не обязательно мужа и жены и у детей и у родителей и это жизнь и даже у друзей и даже просто у коллег с которыми ты вместе работаешь конечно долгое общение а вы умеете прощать обиды я этому учусь учусь сознательно я не умею и мне трудно потому что они мне показалось хотелось всегда подчеркиваете в своих интервью что вы очень ценили свою маму вы очень любили и любите что на самом деле у вас очень серьезная на нее обида обида да ну то вам показалось показалось да то что вас она отправила на завод работать когда вы захотели она правильно сделала да то есть вот это сделано сделала правильно я во первых я вообще что и родители не судят и нужно быть благодарным даже за то что они просто воспроизвели на свет и вы увидели этот чудный мир а во вторых зная как мы жили с мамой вы имеете ввиду материальную сторону любую любую все что я умею всем я всем обязана маме абсолютно всем поэтому у меня никаких обид не может быть ни малейших ну когда ребенок в детстве не получает достаточно скажем внимание может просто потому что родители заняты и потому что они не хотят заниматься ребенком и когда ребенок не получает сладкого вы же рассказывали как то то что вы воровали у мамы деньги на мороженое как вот это разве не накладывает какой-то вот отпечаток потом вообще на человека и на вашу модель ты модель что наоборот ведь она не давала мне на мороженое не потому что она хотела меня наказать или же а потому что нужно было что были деньги на хлеб очень элементарная вещь мы жили в украине как теперь говорят это был как раз период когда там актером не платили в течение девяти месяцев денег и она устроилась она была актрисой но она работала в пошивочном цеху и рабочим платили она пришивала крючки пуговицы и тогда им платили какие-то деньги небольшие это были такие небольшие деньги что если есть каждый день мороженое то тогда нельзя прожить и тогда ты этого не понимал когда ты таскал а когда проходит какое-то время мы ведь возвращаемся в детство очень часто да все время возвращаемся в детство вообще вас есть семья просто уникальная потому что вот есть же такая приск что природа дыхает на детях гениях притом что гениальная актриса вас гениальный режиссер супруг и и у вас как к переведущей она точно нет нет ну не надо спромничать зачем это я считаю заберите пожалуйста я у нас что мы будем играть вот я пьяна не нравится с нами играть вот так вот он даже сделал вам нравится да мы сразу на кого-то перестроим он красавец это внешность это очень важно я считаю для кота или вообще для всех вообще для всем потому что это момент в пусть и в этом да и не дни нет ни не первый раз есть такая игра гоша куценко научил игра в правду значит как это происходит здесь есть вопросы это очень удобно для меня как для ведущего потому что вопросы уже написаны другими другими людьми четыре группы вопросов голубые карточки это вопросы на называется на подумать вот красный и желтый это мои любимые пишут откровенные и неудобные вопросы белые карточки это я сам буду придумывать вопрос если выпадет печать здесь вот в этом мешочке 4 маркера соответственно голубого красного желтого и белого цвета вы вытаскиваете маркер потом забираете вопрос сами его зачитываете и отвечаете если не понравится может не отвечать я помню кстати передачу которую мы упоминали самом начале про по вопросу взрослому вы там отказывались отвечать на очень многие вопросы не но далее не буду с вами споре сладога царе были очень уклончиво отвечали и на другие вопросы которые можно было бы ответить вы узнаете если мне нравится вопрос ея panels на ли яgiving я каждая еще на конте здесь вы на любой вопрос мог на любой из трех смело может не отречьать потому что я считаю что это тоже вы не хотите чтобы я отвечала уклончивый вы знаете мне так нравится все что вы делаете поэтому в каждом не говорите ли уклончивую кончу место равно понравится это важно для для меня да конечно значит я тупая вот как не знаю не понимаю ничего нет вы вытаскиваете камешек камешком за вот это камешек голубого цвета теперь вы вытаскиваете клубу карточку тоже голубая да а вот это мы можем вам объекта дает драгоценность вы не правда верите что ваша карьера успешной какой вопрос вообще есть если быть человек который готовил эти вопросы понимал что вы будете отвечать он бы просто провалился потому что это совершенно вопрос из разряда риторических ваша карьера успешно и вы сами не можете начать это нет но тем не менее это выдавайте как-то получил что я за вас ответил вы считаете что ваша карьера успешна она конечно успешна но вы знаете из-за дня до смерти можно чего-нибудь сделать такое что вся весь ваша карьера окажется не в чем я на самом деле считаю что вы говорили про карьеру актрисы ведь еще я считаю что очень важно у каждой женщины есть карьера женщины а карьера женщины это ее муж которого она делает ну единственное что за спиной каждого великого человека и конечно дети вы мужа сделали и дочку вы считаете совершенно замечательно мы с вами соглашаемся что успешно да спасибо большое следующий следующий то есть тот вы положили обратно сюда да нет 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 я его отложил что но нет камешек а нет камешек туда же да 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 красный красный это вот ну да потому что такие вопросы бывают ну можете опять же может не отвечать откровенный вопрос вы когда-нибудь карьере своего партнера за то что он зарабатывает недостаточно да даже в тот период когда вам пришлось разбежаться что вы разуме разве за денег разбирается не может говорили что и забыто будет это не деньги вы несколько раз в разных интервью говорили что вы были не просто не имущими вы были нищими это правда я всегда знала что это не на долго я всегда знала что он талантливый что обязательно все получится что все будет хорошо деньги не имеет никакого значения да что никогда ну что вы никогда жизни смело мраю в шалаше да правда я так считаю хорошо не в случае хорошо но если нет шалаша а если маленький ребенок шалаша все нет и нет и дело не в том что он должен почему-то совсем нет нет никогда последний красный камешек обратно туда правда да желтый да это это нелегкий вопрос вопрос ну так они называются неловкие неловкие нелегкие легкие вопросы да ну он случалось засыпать на спектакле в кино на спектакле или в кино чего не ловки да случалось потому что все искусства хороши кроме скучного то это тот самый случай да да случалось а вам случалось ведь чтоб люди засыпали на спектакле на вашем спектакле на первом ряду сидел и хотела уже как это был ужас и не все сразу страшно перепугались подумали что или он очень устал или тогда пусть это не скучно потом когда проходит время и ты долго работаешь ты ты понимаешь что и люди приходят разные и устать мог человек действительно и не нравится ему может и все что угодно жизнь вообще многообразно меня этому научила моя жизнь что он так многообразно что я ни к чему не отношусь с каким-то ну пусть этот эпизод о котором вы рассказали будет самым большим горем в вашей жизни огромное вам спасибо мы поиграли это было я поиграл с великой актрисой я могу теперь что я поиграл с великой актрисой хотя вообще говоря правду спасибо вам на самом деле 150 вопросов которые я подготовил я не успел задать потому что на закончика как улыбка 4 минуты конечно не достаточно что я не успел задать потому что у меня не успел задать потому что у меня не успел задать